Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Антонида Чернышева. Я проживаю в городе Барнауле, мне 57 лет. Инфобизнесом занимаюсь чуть больше года. Сегодня я хотела поговорить о возражениях, которые связаны с сетевым маркетингом, в том числе с Bitcoin Step. Почему с Bitcoin Step? Потому что, во-первых, я здесь работаю, во-вторых, в большинстве проектов, которые созданы как на земле, так и в интернете, есть свои плюсы и свои минусы. Минусов в Bitcoin Step я не нашла, хотя ваше мнение может быть отличаться от моего. Смотрите далее. Нет времени. Если у человека есть желание что-то сделать, он обязательно найдет для этого время. Смешно было бы слышать «У меня не было времени сходить в туалет» или «У меня не было времени залить бензин в бак своей машины». Вы найдете для этого время, даже если вам придется ради этого выстоять очередь. Нет денег. Если человек говорит «нет денег», это не значит, что у него их совсем нет. Предположим, ваши сапоги или ботинки совсем развалились. Вы же не будете ходить босиком? Вы найдете для этого деньги. Либо вы или кто-то из ваших близких заболел. На покупку необходимых лекарств вам нужны будут деньги, которые вы найдете. Но для входа в наш проект больших денег не нужно. Если человеку понравился проект, он все равно зайдет сюда. Не мое. Хорошо, пусть не ваши. А что ваши? Вставать ни свет ни заря и бежать на работу, потратив уйму времени на дорогу. Ваши? Крутиться целый день, как белка в колесе, а после работы бежать на какую-нибудь дополнительную работу. Потому что денег катастрофически не хватает. Ваши проработать 30-40 лет, доработать, а может и не доработать до пенсии. И с чувством выполненного долга ждать своей смерти. Ваши? Работать всю жизнь на кого-то, не видя при этом ни выходных, ни отпусков. Если это действительно ваше, значит это ваш выбор, и я уважаю его. Не умею приглашать. А приглашать-то, собственно говоря, и не нужно. Вы расскажите окружающим вас людям о возможностях заработка, которые дает наш проект. И оставьте его. Не надо человека упрашивать, уговаривать, тянуть за рукав. Человек должен сам сделать свой выбор. И пока он думает, вы сможете дать эту возможность другим людям. Лохотрон. А в чем лохотрон-то? Для того, чтобы вам получить свой доход, нужно совершить определенную работу согласно маркетинга. Впрочем, так же, как и на любом другом предприятии. Вам никто никогда ничего платить не будет, если вы свою работу не выполняете. Да и как можно говорить, что в интернете только один обман? Его ничуть не больше и не меньше, чем на земле. Или вас никогда в жизни нигде не обманывали? Пирамида. А мы живем среди пирамид. Куда ни глянь, везде пирамида. Любое государство – пирамида. Есть человек, управляющий этой страной. Есть заместители, министры, есть чиновники на местах. Любое предприятие – пирамида. Руководитель предприятия, аппарат управления, народ. Семья тоже пирамида. Кто-то из родителей главный в какой-то ситуации, а все остальные должны ему подчиняться. Да и вообще, пирамида – самая устойчивая фигура. Развалится. Компания сможет развалиться только тогда, когда она не может выполнить свои обязательства перед сотрудниками. Биткоин-степ даже компанией назвать нельзя, потому что это просто платформа для того, чтобы люди зарабатывали. Все деньги идут от человека к человеку, а в самом проекте даже счета нет, на котором могли бы оставаться деньги. В данном случае всем выгодно, чтобы проект работал долго, и администрации, и всем людям, работающим в проекте. Нет регистрации. Вообще, синяя печать никогда не давала и не дает гарантии, что предприятие будет работать долго. Сколько их таких развалило? Несмотря на то, что была регистрация и синяя печать. А у нас в проекте регистрации обязательно будет, но сначала необходимо, чтобы был перевод на другие языки, защита была на высшем уровне и другие первоочередные задачи. Хотя, по идее, прежде чем спрашивать о регистрации проекта, мы должны сами зарегистрироваться, как индивидуальные предприниматели. Посоветуюсь. Посоветоваться это важно, но вы должны выбрать, с кем вы будете советоваться. Если вы выберете свое окружение, которое ни сном, ни духом не знает о проекте, они, естественно, скажут вам, что это обман, лохотрон, пирамида. Как может человек, даже не знающий, как включается компьютер, сказать, что в интернете все обман? Поэтому советоваться нужно только с теми людьми, которые знают о проекте. Я подумаю, хорошо, но только чем больше вы будете думать, тем больше людей уже заработают деньги. Кроме этого, и биткоин растет, и чем больше вы будете думать, тем больше придется вам заплатить. Скажите «нет» своим страхам и сомнениям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!